здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко лето на дворе и многие люди думают только об отдыхе ну либо о том как подготовить детей либо к школе либо к вузу а может быть такой период когда все вроде пристроены все отдыхают но мне кажется что самое время выделить какое-то опять же время для своего здоровья поэтому сегодня в нашей программе мы решили поговорить на тему которую мы довольно часто берем качестве заглавной наших эфирах тема диспансеризации что может быть поменялось в этом что это такое какие есть разновидности и так далее и у нас в студии вновь в студии тоже второй визит нашу программу нелли анатольевна вишняковой заведующий центральным поликлиническим отделением люберецкой областной больнице здравствуйте нелли анатольевна добрый день правильно понимаю напомните мне что есть поликлиники а ваша поликлиника самое главное из всех поликлиник ну раз написано центрально по статусу да по люберецкому округу эта поликлиника центральная ну по месту расположения то скажем так и в данной поликлинике она многопрофильная есть консультативный диагностический центр который придает статус данной поликлинике сама поликлиника травматологический пункт с круглосуточным режимом работы вот на данной территории ранее был амбулаторный центр компьютерной томографии вот то есть это много профильная медицинская организация которая носит звание центральной понятно и так понимаю что если например ну условно мы предположим что в каком-то из поликлинических отделений на территории городского округа но либо очередь либо еще что-то то к вам они могут до перейти на какое-то время приехать или чего-то там какое-то исследование дополнительно следовать да или или все равно все распределено между всеми принцип показания первичными до санитарной помощи он на территориальный пациент прежде всего выбирает лечебное учреждение которое ближе к его месту жительства и прикрепляется к поликлинике соответственно он прикреплена к люберецкой областной больницы и если вдруг доступности нет к какому-либо специалисту в поликлинике по месту жительства а он безусловно может записаться в поликлинику центральную в поликлинику к в которой есть доступности к нужному ему доктору вот здесь я повторюсь в центральной поликлинике есть еще консультативно-диагностический центр до который оказывает консультативную помощь второго уровня сюда приезжают пациенты соседних округов лыдкарина жуковский котельники ну и соответственно наши дорогие жители города ну то есть если какой-то такое что-то уже не очень хорошая или хочется его папа покопаться поглубже в консультацию получить специалистка второго уровня более положено реализированная более квалифицированная медицинскую помощь скажем понятно хорошо но сегодня мы будем говоря просто почему задаю вопрос то есть какое то же должно быть отличие раз центрально вот чтобы все люди сразу не пошли к вам потому что них есть своя поликлиника те кто может быть не знают но мы сегодня поговорим о диспансеризации вот опять же летом ну чё идти к врачам то если ничего не болит ну сидеть дома ждать пока заболит она уже начинает когда были когда на работе осенью да вот почему мы все таки предлагаем например летом выбрать время ну какое то чтобы прийти к вам один из факторов это лет летний период поликлиники менее загружены во первых нет вот этой напряженной эпидемиологической ситуации связанные любыми до вирусными заболеваниями затем большинство граждан на у нас отправляется в отпуска на даче и поликлиники они более свободные поэтому мы можем уделить более полноценное внимание пациентам которые к нам придут кстати это тот самый момент вот вы коснулись такой темы но если мы берем обычный прием я думаю что это наверно так по всей россии примерно выстроена но он там же врач должен кучу записывать всего заносить сейчас у нас электронные уже есть медицинские эти все как карты да и многие жалуются что вот пока все запишет пока то все так вроде как и время прошло вот поэтому сейчас есть возможность именно в диспансеризации что вас и посмотрит и покрутит и налево и направо потому что там не будет сидеть тем более что так понимаю диспансеризация это отдельное такое направление в очереди не нужно стоять диспансеризация это комплекс профилактических мероприятий которые направлены на выявление социально значимых заболеваний и в рамках данного скажем проекта мероприятия в рамках приказа мин здраво российской федерации которые регламентируют порядок прохождения диспансеризации при поликлиниках организованы кабинеты медицинской профилактики и пациенты могут туда записаться сами всеми средствами им доступны это и через колл-центр губернатора и через личный кабинет госуслуг и обратившись в поликлинику и через как угодно сейчас как угодно да совершенно верно только необходимо проявить инициативу у нас пациенты которые приходят в поликлинику мы им предлагаем данное обследование но кто-то соглашается кому-то некогда но в рамках данного профилактического осмотра выявляется ряд заболевали они сейчас поговорим конечно же вообще о процедуре но чисто психологически участка к врачу возможно это связано с тем что люди просто найти вот ну где-то что-то там кольнула покалывает или люди знают да какие-то свои проблемы но они боятся идти потому что им что такое расскажет и испортят и настроение ездишь такой психологический момент но безусловно есть есть такое понятие как боязнь белого халата вот и я бы сказала нужно приходить не нужно бояться мы открыты и сейчас закончился вот этот страшный период с коронавирусом когда всех перестроил по-новому да мы находились в изоляции и в связи с этим в течение этих двух лет ряд пациентов особенно пациентов которые имеют коморбидный статус несколько заболеваний хронических у них не было возможности обратиться вот в таком свободном скажем режиме и поэтому сейчас мы занимаемся тем что мы активно приглашаем мы обзваниваем мы сделали допустим вот центральной поликлинике зеленый скажем так коридор для пациентов которые при согласны и приходит на диспансеризацию открыт кабинет медицинской профилактики для пациентов которые выписывают льготные лекарственные препараты мы централизовали эту выписку открыли кабинет льготного лекарственного обеспечения льготной выписки для пациентов опять-таки у которых есть вот эти хронические заболевания которые состоят и подлежат диспансерному наблюдению у нас есть кабинет ведения пациентов с хроническими инфекционными не инфекционными заболеваниями мы организовали второй пункт забора крови чтобы человек который приходит в поликлинику разделили потоки таким образом мог так сказать без очереди быстро сдать анализы и быть свободным и пожалуйста вашей стороны нужно было сделано приходить пожалуйста да вот мы сейчас об этом поговорим но тут еще такой момент у нас к ваших коллег много здесь приходит в разных направлениях и мы же понимаем что вот человек рождается люди в белых халатах то в общем-то сразу же рядом с ним детские врачи до какой-то этап потом он переходит там но студенческие сейчас там правда по-другому все это выстроено потом значит взрослая жизнь начинается и так далее в общем-то врачи нас сопровождают позже но скорая помощь период жизни но найти человека который никогда какой-то причине не вызывал скорую помощь но есть такие конечно но тем не менее или каким-то родственникам свои но опять же психологические люди почему-то и это даже вот вопрос как вы считаете на сегодня все-таки больше людей которые думают о своем здоровье не с точки зрения что мне хорошо или плохо с точки зрения что у меня должна быть долгая жизнь что мне нужно поставить детей на ноги внуков до прамнуков дожить больше таких людей ставишь такое ощущение что некоторые как бы вот ведут не то что нездоровый образ жизни я ни в коем случае не говорю там про наркоманов или людей с алкогольной зависимостью а просто люди которые не следят за собой и эти болезни приходят неожиданно больше каких сейчас людей знаете встречаются и те и другие но на мой взгляд вот я по рабочему процессу сталкиваюсь больше с теми пациентами которые все-таки начинают следить за своим состоянием здоровья и по статистической отчетности тоже наблюдаю эту картину опять-таки благодаря тому что вот сделали вот эту доступность и благодаря вам средства массовой информации до благодаря нашему пресс-секретарю мы даем ряд информации вот опять-таки сами сотрудники разносится и население прислушивается население обращается именно вот стараются обратиться с профилактической целью это безусловно должно исходить от медицинских работников вот эта профилактическая направленность да я вот тут еще добавлен работа момент и опять же с маленькой такой подковыркой возможно опять же мы можем же предположить что некоторые люди еще боятся чтобы им поставят неправильно диагноз но такой же вариант есть да и некоторые потом начинают платить бешеные деньги чтобы опять же убедиться в том что тот самый диагноз поставили я чем говорю что они знают что у них что-то не то происходит да но боятся идти к врачу потому что им почему-то кажется что вот как то там что-то будет неправильно о чем идет речь насколько сегодня вот эта диспансерная вся история ним во второй части поговорим как она проходит те тот персонал который этим занимается потому что это непосредственно ваше участие те врачи которые будут от но увидят там не знаю какое-нибудь затемнение да и скажут вот у вас то то и все и человек тут же у него уже начинается истерика потому что медперсонал от него что же зависит пойдут люди в поликлинику да или не пойдут кто сегодня у вас работает работают профессионалы так вы как-то я по-другому не могу и до характеристику дать это профессионалы это люди знающие свое дело это люди которые имеют сертификат это то основной документ который допускали к лечебной деятельности вот это люди в белых халатах которые преданы своей работе и случайные люди простите туда не приходят а если они туда попадают то они там долго не задерживаются в медицине что на мой взгляд медицина это такая сфера деятельности либо ты себя отдаешь полностью работе либо еще что-то другое ищи что-то другое до случайных людей там нет и соответственно при приеме на работу проводятся собеседование в несколько этапов проверка документов и вы можете сказать человеку который вам показался что он не очень готов к этому работе сказать вы знаете есть еще такое понятие как испытательный срок вот где мы можем посмотреть в работе совершенно верно он по длительности три месяца и за три месяца мы можем сделать выводы квалификации данного специалиста сейчас сделаем небольшую паузу а вот во второй части мы возвращаемся к этому разговору о диспансеризации потому что есть еще такое понятие диспансерное наблюдение которое мы должны обсудить и мы узнаем у наших гостей у нелли анатольевны вишнякова как вообще это все проходит насколько вам это будет сложно если вы все-таки решитесь прийти сколько это день неделю месяц ходить в очереди стоять или как обо всем этом узнаем во второй части напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко нас гостях заведующая центральным поликлиническим отделением люберецкой областной больницы нелли анатольевна вишнякова кстати в июне же у нас день медицинского работника вот поэтому спустя какое-то время все равно вас поздравляем в вашем лице весь и не только вашу поликлинику но и все поликлиники поликлиника это тоже такой особый режим работы мы люди пациенты разные бывают но давайте теперь поговорим по схеме как вообще проходит диспансеризация вот возьмем человека но пусть будет ему 40 лет такой возраст вроде как ничего особо не болит вот он решил пройти диспансеризацию он приписан к вашей поликлинике его действия 40 лет я хочу сказать это очень важный возраст хорошо и угодно переходный согласно порядку который утвержден приказом до 40 лет диспансеризация проводится гражданам один раз в три года ежегодно человек может пройти профилактический медицинский осмотр это более такую суть усеченные вариант медицинского осмотра а после 40 лет наши пациенты диспансеризацию проху проводят ежегодно значит я угадал давайте проезжай года мы уже в первой части разговора проговорили каким образом человек может записаться тут только его инициатива придя в поликлинику у нас если говорить про центральную поликлинику в холле кричит яркая навигация и куда по стрелочкам нужно в первую очередь обратиться но если что-то непонятно можно обратиться к администраторам которые на первом этаже в холле девочки всегда проводят и ответят потом есть навигационный стенд где прописаны шаги диспансеризации и кабинеты а вот проводят администраторы в кабинет номер 107 это кабинет медицинской профилактики где у нас работает фельдшер и врач терапевт придя в данный кабинет проводится анкетирование пациента проводится антропометрия направление оформляются на сдачу общего анализа крови кровь на холестерин на уровень глюкозы крови направляются пациент на флюорографию на электрокардиограмму женщины направляются в смотровой кабинет и далее опять-таки согласно приказу по возрастным категориям если чем старше человек то соответственно там спектр обследование будет больше сдавать и маммографическое обследование женщинам 40 40 плюс мужчинам и женщинам там 45 плюс кал на скрытую кровь вот оформляется направление и пациент если он пришел с утра и натощак направляется во второй пункт забора крови где медицинская сестра возьмет биологический материал проводится флюорография электрокардиографии и в принципе у нас пациент уже будет свободен мы стараемся диспансеризацию проводить в рамках полтора-два часа порой мониторируя данную ситуацию даже менее чем два часа уходит мы постарались организовать так вот второй пункт забора крови он появился не зря в данный кабинет у нас стекаются пациенты в рамках диспансеризации в рамках диспансерного наблюдения плановой госпитализации вот они не идут в процедурный кабинет там где идет общий поток пациентов на сдачу анализов и знаете это стало очень удобно и востребованы или потоки развели потоки до совершенно верно если у нас идет организация централизована да посадку есть безусловно есть согласовываем график то соответственным сотрудникам данной организации инструктируем разбиваем чтобы не приходили большим количеством и не создавалась скученностью кабинетов люди приходят я не знаю 10 человек 15 в один час потом следующий вот так вот порционно и расходятся по кабинетам и тоже я считаю очень для них удобно и очень быстро поэтому бояться диспансеризации не стоит наоборот нужно приходить потом по заключению результатов обследования очень врач терапевт интерпретирует анализы вот и либо пациент приходит сам но если это необходимо либо доктор терапевта звонит и вторая явка в поликлинику пациенту не нужна и интерпретирует результаты обследования если есть какие-то отклонения говорит о том пациенту что вы направляетесь к узкому специалисту и согласовывают дату записи записывают через электронную регистратуру пациента и пациент уже на второй этап диспансеризации приходит непосредственно к специалисту это может быть кардиолог хирург уролог эндокринолог ну в зависимости от показателей которые повышены если появляется какая-то ситуация в рамках подозрения на онкологическое заболевание но соответственно пациент направляется в течение трех рабочих дней в центр амбулаторно-онкологической помощи которая у нас имеется на назаровской 3 в поликлинике шесть нас приходили руководители на вот и получается центом связывается и он приходит на консультацию к онкологу то есть главное вы как бы первая такая инстанция до к через к точек проходит первый такой первая ступень передавая за дальше уже переход ну в общем то понятно что ничего такого сложного нет совершенно ничего сложного очередь вот эту вот когда у тебя все болит ты приходишь такое ощущение что все против тебя поэтому надо на нас ходить попробовать тем более еще раз говорю летом это такой период ну некого лайта да как сейчас говорят но вы мне сказали что есть еще диспансерное наблюдение давайте мы эти два понятия диспансеризация диспансер наблюдения разграничена диспансеризация повторюсь это профилактическое направление в рамках выявления заболевания а диспансерное наблюдение это уже наблюдение пациента у которого установлено заболевание ранее и она направлена на то чтобы предотвратить развитие каких-либо осложнений в рамках какой-либо нозологической группы ну допустим пациент есть такой медицинской термин коморбидный то есть у него сахарный диабет у него гипертоническая болезнь у него ишемическая болезнь там хроническая болезнь почек уже развелась то есть уже какие-то в виде господи не приведи господи соответственно этот пациент у нас должен хотя бы два раза в год наблюдаться у своих профильных специалистов первично это врач терапевт а затем уже по показаниям он идет к специалистам для оценки своего состояния корректировки лечения допустим пациент с инсулин зависимым сахарным диабетом он обязательно должен быть консультирован эндокринологом вот первично безусловно участковый врач терапевта или фельдшер фапа или сейчас вот расскажу про кабинет их низ проводит ему первичное обследование и уже далее его направляют к узкому специалисту для корректировки лечения это также регламентировано приказом министерства здравоохранения российской федерации диспансерное наблюдение кратность осмотра пациентов какие виды обследования проводятся то есть самодеятельностью никто не занимается а что за кабинет вы говорите для удобства такого рода пациентов такую категория пациентов мы организовали кабинет ведения пациентов с хроническими неинфекционными инфекционными заболеваниями два варианта нет этого это длинное такое название в данном кабинете у нас работает фельдшер функционал какой у нее есть список пациентов у нее есть крат график диспансерного наблюдения у нее имеется в кабинете перечень обследований она обзванивает пациента и соответственно приглашает его к себе в рамках диспансерного наблюдения вот согласно приказу по диспансерному наблюдению она его направляет на сдачу анализов после чего собирается так сказать результаты она также его а прозванивает проводит телемедицинскую консультацию или аудиоконтроль и соответственно интерпретирует результаты анализов и объясняет что давайте согласуем в рамках вашего заболевания вы не вам необходима консультация такого такого специалиста его записывает на консультацию и пациент минуя регистратуру ему не нужно голову ломать что надо как попасть кардиологу к неврологу к эндокринолога запись к этим специалистам через систему врач-врач за него уже подумал наш замечательный фельдшер вот либо он направляется к участковому врачу терапевту по такому же алгоритму работают и участковая служба первичное звено наши уважаемые врачи терапевты которые также со своими медицинскими сестрами активно приглашают к себе на прием обследуют и далее направляют к узким специалистам вот на мой взгляд это очень удобно данная категория пациентов у нас направляется во второй пункт забора крови куда идет и диспансеризация то есть это вот два таких важных направления профилактическая помощь и наблюдение за пациентами которые уже стоят на диспансерном учете если в рамках центральной поликлиники у нас таких пациентов порядка девяти тысяч вот и мы с различными заболеваниями и сочетанными заболеваниями вот и сейчас мы активно стараемся их пригласить маломобильную группу населения мы составили график выезда и посмотрели в апреле те пациенты которые у нас появляются в текущем режиме мы также бригадным подрядом выезжаем на дом берем анализы проводим электрокардиограмму все варианты вот все варианты проработали уже вот на мой взгляд настолько сделали все доступным только пожалуйста приходите на этой разве только пожалуйста приходите мы поставим сегодня точку напомню что мэрина анатольевна вишнякова заведующая центральным поликлиническим отделением люберевской областной больницы помогла нам в который раз разобраться в этой казалось бы простой и удобной в общем-то для понимающих людей системе диспансеризации которая позволит вам заранее сделать что-то такому я позволю даже сказать в легком таком формате чем даже дождаться какого-то дня когда вас что-то где-то схватило и вы начинаете бегать по врачам у вас нет ни времени на это в конце концов вы начинаете в коммерческие какие-то организации обращаться тратить деньги поэтому лето мы договорились что пора когда можно найти время и прийти в гости к неле на то ли например да ее центральную поликлинику лифту поликлинику которой вы прикреплены спасибо вам огромное напомню что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и